О правах детей региональной программе действий в интересах детей на 2012-2017 годы говорили на заседании комиссии под председательством Уполномоченного по правам человека Андрея Кабанова. Чиновники пояснили, что продолжится адресная поддержка ребят из малобеспеченных и неблагополучных семей, мероприятия по адаптации несовершеннолетних инвалидов в обществе. Для тех, у кого в 2013 году появится третий и последующий ребенок, предусмотрен новый бонус в размере 7 тысяч рублей ежемесячно, три года подряд. Для попавших в трудную жизненную ситуацию предусмотрена такая форма поддержки, как социальный контракт. Первые 12 семей в течение полугода получали пособие в размере 1 тысяч рублей на человека, соответственно, при условии выполнения определенных обязательств. Некоторым благодаря этому удалось встать на ноги. Порядка пяти семей у нас рассматривались на продолжении с ними взаимоотношений в рамках семей социального контракта из тех 12. Не так давно в области появился детский общественный совет. В каком направлении двигаться дальше, ребята теперь решают сами. Первый проект, который будет реализован детьми на территории региона – «Безопасный город». Молодежь будет фиксировать разного рода нарушения правил безопасности, указывать на них администрации и отслеживать устранения. Фотографируют город с точки зрения безопасности. Открытые люки, открытые электрощитки, заброшенные игровые площадки, незакрепленное спортивное оборудование. Все эти фотографии, все эти видеоматериалы будут направлены в общественную приемную уполномоченного. Также на заседании озвучили решение, принятое на областном родительском собрании. Инициатива Департамента образования поддержана. В Ивановских школах появится новый предмет под названием «Нравственная основа семейной жизни». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.